Я хочу сегодня рассказать про несколько возможностей, которые дает сочетание самурайской игры со стратегическими сессиями. И все это вместе с телесными подходами, поскольку самурайская игра, она в принципе базируется на телесности, на принципах. Она была создана мастером айкидо, учителем айкидо-мастеров. И, соответственно, она очень много учитывает опоры телесные и того, как движется тело, и какие есть привычные реакции тела, которые иногда у нас происходят гораздо быстрее, чем мы успеваем заметить это. И, к сожалению, они очень часто проходят мимо. И сегодня мои коллеги как раз много про это говорили, что вроде бы я сначала сижу, как рассказывала Алина сегодня, вроде бы я сижу правильно, все, держу трубку, разговариваю. И в процессе разговора в какой-то момент вдруг оказывается, что уже давно не так, и от этого меняются результаты разговора. Я провожу самурайскую игру как в корпоративном формате, так и в открытом. И для компаний проводила ее для очень разных компаний. И для большого завода по производству стекла, и для завода по производству конструкций для нефтепереработки, для компаний, которые занимаются 1С-системами, для риелторской компании, ну и для разных других. И, собственно, что такое самурайская игра? К счастью, у нас сейчас уже хоть какая-то информация появилась на русском языке. Мы много делаем для того, чтобы про телесность, про самурайскую игру, про опору, чтобы это как-то стало более узнаваемо, и чтобы люди могли этим пользоваться. Потому что, ну вот, мне кажется, что если дошло через тело, то это уже дошло навсегда. Ну, если из простых вещей, то если мы научились ездить на велосипеде или научились плавать, собственно, мы уже не разучимся. Даже если мы там 10-20 лет не будем ездить или плавать, то эти навыки, они как-то остаются и достаточно легко вспоминаются. И, таким образом, во время самурайской игры есть возможность посмотреть на свои привычные паттерны поведения, в том числе и телесные. И за счет этого посмотреть, каким образом я вообще реагирую на ситуации вызова, на ситуации стресса, на ситуации, в которых непонятно, что будет дальше. И мне кажется, что в нашей реальности сегодняшней, да, это как раз то, в чем мы все живем. И, может быть, конечно, и понятно, что будет завтра, но, видимо, не всем. Или, может быть, оно понятно, но это не совсем то, чего бы хотелось. И в связи с этим у нас у многих очень много напряжения по поводу того, как быть дальше, что делать, как удержать команду, как вообще быть на рынке, когда все так меняется и не очень понятно, что делать. И, наверное, начну с цифр. Мне не так давно, просто буквально два дня назад позвонили и рассказали результаты, проведенные самурайской игры с астротсессией в компании по недвижимости. И в прошлом году у них достаточно сильно просел уровень выполнения планов. Он был ниже, чем 100% привычный. В общем-то, достаточно пессимистичные были прогнозы на 2016 год. Но, несмотря на это, мы с ними в самом начале января делали процессию на основе самурайской игры. И январский план выполнен на 96%, а февральский план на 107%. Это вот то, что мне рассказали про то, ну, то есть есть цифры, да, есть что-то, что можно подсчупать, да. То есть ты пришла, поводила ручками или там как бы что-то поиграла, и цифры выросли? Ну, мы, конечно... Вы волшебницы. Мы посмотрели на привычные вещи, мы посмотрели на то, как сотрудники реагируют на ситуации риска, вызова, давление в том числе. Как они общаются, как они действуют. И это все видно абсолютно в самурайской игре. То есть там масса ситуаций, она, собственно, вся состоит из большого количества непредсказуемых ситуаций. Это действительно игра, и там действительно люди разбиваются на две армии и взаимодействуют с другим другом. И правила устроены таким образом, что человек не может пользоваться самыми простыми и привычными реакциями своими. И таким образом, поскольку это запрещено правилами, а вся игра крутится вокруг кодекса самураев, первым из правил которых является честность и уважение, то, соответственно, соблюдаются правила. Если соблюдаются правила, то людям приходится быть достаточно включенными в каждый момент, потому как нарушение правил чревато большими последствиями для команды. И еще одна штука, которую дает самурайская игра, поскольку один из законов самураев это уважение и благородство, то есть возможность попрактиковать битвы, схватки, противостояния, так называемого, при условии все равно уважения своего противника. И таким образом можно посмотреть вместо борьбы, что я могу предложить, если я исхожу из каких-то более глубоких ценностей и условий. И если я действительно уважаю своего противника, то какие бонусы это может мне дать? И благодаря этому на выходе для коллектива компании, например, это соединение с ценностями компаний не на уровне, ну да, мы все подписали и разошлись и забыли, о чем мы говорили. А действительно это соединение умом, сердцем и своим выбором. То есть это возможность действительно осознанно принять те правила, по которым живет команда. Еще одна штука, это люди чаще всего перестают искать виноватого, искать трайнего, а начинают искать выход, начинают искать результат. Начинают искать, каким образом мы можем прийти к результату и, ну, как-то соединяются на уровне общей игры, а не на уровне игры в поиск виноватого. Ну, как бы перекладывание ответственности, что, в общем, свойственно очень многим командам. Что еще дает самурайская игра? Она дает возможность увидеть ресурсы. Каким образом, даже если я понимаю, что я устала, каким образом я могу быстро прийти обратно в энергичное состояние. И если рассеялось внимание, каким образом можно его быстро сфокусировать, собрать и быть готовым к действию. Каким образом можно сделать больше, чем мне казалось, я могу. И я понимаю, что все, что мы сегодня говорим, оно звучит немножечко как, ну, сказки, может быть, что-то такое необыкновенное. Да, но мы, собственно, живем в этой реальности, и мы это видим каждый день в виде результатов наших студентов, клиентов. И это то, что действительно работает. И тело – это то, что всегда с собой. То есть можно забыть дома телефон, можно забыть дома какие-то рабочие инструменты, не знаю, ручку, тетрадку. Ну, все, что на компьютер, можно забыть дома, но забыть дома тело… Некоторым удается. Да, ну, вот. А если не просто не забыть его дома, а взять его с собой и быть действительно в осознанном контакте со своими телесными реакциями, со своими эмоциональными реакциями, и очень внятно и ясно видеть, каким образом я могу управлять этим, и каким образом, поддерживая определенный уровень внимания к своим позам, к своим реакциям, к своим жестам, к своим действиям, я могу управлять тем, что я делаю, вот когда вот этот навык появляется, то результаты очень сильно меняются. И, ну, из таких сегодня тоже мы шутим, естественно, да, потому что мы делаем то, что любим, то, что нравится, и это вызывает много радости, и вот мне вспомнилось просто на вот этом заводе… Представьте себе огромный заводской коридор, длинный… Ну, очень страшно. Нет, он светлый, нормально, не надо, это не хороший, современный завод, очень крутой. И мы… Я как-то заехала туда через где-то почти год после «Самурайской игры», и столкнулась в коридоре с одним из участников этой игры, с менеджером компании. И он говорит, пожалуйста, пойдемте со мной. Я говорю, ну, как бы, ну, пойдемте. Непонятно, что хочет, ну, ладно, пойдемте. И он привел меня в этот коридор и показал мне галерею из фотографий «Самурайской игры», и рассказал о том, что они туда периодически приходят, чтобы зарядиться, вдохновиться и вспомнить какие-то моменты, и иногда они приходят туда перед каким-то трудным разговором, перед какой-то трудной ситуацией, ну, как некий такой якорь, что ли, для них, который позволяет поддерживать вот этот уровень сил, энергии, вдохновения на то, чтобы делать не всегда легкие вещи. Что еще? Это возможность действительно собрать команду вокруг миссии, то, о чем говорил сегодня Володя, и действительно посмотреть, как работает система поддержки в команде, насколько и как можно поддерживать каждого в команде. Потому что понятно, что у каждого человека есть свои сильные стороны, да, и свои какие-то слабые стороны. И здорово, когда мы знаем и то, и то, и, соответственно, можем расставить команду определенным образом, учитывая все эти моменты, и поддержать именно тем способом поддержки, который этот человек готов воспринять. И, соответственно, если это вопрос про обратную связь, то точно также говорить так, как этот человек действительно готов услышать, помня, что вообще-то идет игра на общий результат, и если один из отделов не делает свою работу, да, то сколько бы не перекладывали ответственность и не искали объяснений, то, в общем-то, общего результата не будет. Да, поэтому я, правда, я абсолютно влюблена в самурайскую игру, поскольку это за короткий срок возможность прожить огромный опыт. И это один из тех тренингов, который дает долгосрочный результат. То есть он как бы расширяется с течением времени. Он дает результат сразу, и он дает результат дальше в течение достаточно долгого времени. И это в том числе тренинг, который обучает навыкам работы и с телом, и с командой, и с таким понятием, как лидерство, с таким понятием, как влияние, которое работает в том числе на повышение лояльности и ответственности персонала. Ну, такой очень многоплановый, многогранный тренинг. И прекрасно, когда он сочетается с сессией стратегического планирования сразу после, ну, или в течение месяца после собрайской игры. И вот у меня несколько там компаний есть, в которых мы именно этот опыт приближали, именно такой вариант. И это, конечно, максимальные результаты дает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...